Вижу, у нас в массе свои дихотомические переменные, поэтому мы смотрим больше или меньше нуля и единицы. То есть в границах 0-1 изменяется среднее значение. Где больше 0,5, значит тяготеет к этой переменной, к единице. Где меньше 0,5, значит эта переменная тяготеет к нулю. Вот здесь очевидно тяготеет к единице в этой переменной. В этой переменной, она тоже дихотомическая. То есть счастливы люди и работают в частной фирме, которая не состоит в Руссоюзе. А еще у них бессонница. Скорее. Также часто видятся с друзьями. Часто занимаются тем, что им нравится. В среднем мире доверяют людям. Может чуть выше среднего. И удовлетворяют своей работой на высоком уровне. В седьмом. Правда, у тех, кто стоит, превстает чуть выше. Но статистически значимо выше. Все-таки. Удовлетворенность работой. Можно проверить, что действительно у нас значимы все наши переменные. То есть разница средних по каждой переменной значима. Если подняться наверх в экстрелевском файле. На последнем запуске, на последнем шаге получены вот такие значения. И вот, собственно говоря, значимость везде. Значимость ниже 0,05. Поэтому эти переменные попали в итоговое уравнение. Ну и лямбда в икса, соответственно. Она не идеальна, но примерно средняя для всех 19 перемен. По лямбде они и отбирались. Но лямбда сильно коррелирует с уровнем значимости. Поскольку уровень значимости является f-критерием. А лямбда обратно пропорционально f-критерием. Также давайте посмотрим на предсказанные значения для наших респондентов в нашей базе. После того, как я нажал кнопку Save и выбрал два параметра, предсказанная группа, вероятности предсказанные. Я могу посмотреть. Допустим, я хочу найти респондента, у которого самая высокая вероятность быть членом профсоюза.